Итак, я благодарю организаторов конференции за возможность выступить. Мне кажется, тема очень интересная и актуальная, потому что вопросом анестезиологической поддержки мы именно при СО2-лазерных резекциях занимались сами. Я напомню, что я являюсь хирургом. И, собственно, эти операции мы внедряли 5 лет назад. И наш доклад будет, собственно, посвящен тому опыту, который мы приобрели за это время. Небольшое такое лирическое отступление. Перевести эту картинку можно следующим образом. Хирург — это тот человек, кто любит оперировать. Анестезиолог — это тот человек, кто не любит давать наркоз. То есть взаимодействие хирурга не всегда идеально, у них разные задачи, но по большому счету делают одно большое дело. И почему мы отдельно выделяем именно анестезиологическое пособие при лазерных резекциях гортани? Мы с вами прекрасно знаем, что этот метод лечения отлично себя закомендовал при раннем раке гортани. И этот метод имеет определенные преимущества для хирурга. Это прямой обзор зоны интереса под увеличением. Мы лучше видим опухоли, границы резекции, манипуляции одной рукой, минимальное повреждение окружающих тканей, что позволяет избежать у этих пациентов наложения трахеостомы. Тщательный и прецизионный гемостаз. Также позволяет избежать дополнительных осложнений после операции. Короткое пребывание в стационаре, особенно при небольших резекциях. Пациентов зачастую можно выписать уже на следующий день. Этот метод лечения не исключает других возможностей лечения. Лучевой терапии, больших расширенных резекций или ларингектомии. Ну и осложнения при этих резекциях можно контролировать. Эти преимущества лазерной резекции дают для хирурга. Что касательно анестезиолога, то для анестезиолога этот вид операции никаких преимуществ не дает. По-прежнему для пациента необходимо использовать релаксанты, необходимая трахеальная интубация. Постоянно происходят манипуляции с трахеальной трубкой. Необходимо контролировать потоки кислорода и контролировать насечение СО2 газами. Это все вносит к корректировке особенностей в данный вид анестезиологического пособия. Почему это важно? Потому что мы с вами прекрасно знаем, что такие манипуляции проводятся в области гортани. И это общая зона интереса и хирурга, задача которого выполнить радикальную резекцию. Работа непосредственно в гортани, в просвете, где стоит интубационная трубка. Задача анестезиолога это заинтубировать этого пациента, проведение искусственной вентиляции легких и обеспечение наркоза. Проводится все это через достаточно узкое место, где интересы обоих специалистов должны быть учтены. Мы с вами прекрасно знаем, что существуют другие методики. Высокочастотная вентиляция, которая также может использоваться при эндологиальных лазерных резекциях. Но мы в моем докладе этой теме никакого внимания не будем уделять, потому что у нас такого опыта нет. И затрагивать эту тему не будем. Главное в эндологиальных лазерных резекциях это безопасность. Безопасность должна сопровождать все этапы хирургического вмешательства. В чем она заключается? Но это защита зубов верхней челюсти, потому что мы с вами используем подвесную ларингоскопию. Мы упираемся в зубы и здесь возможно повреждение. И если повреждение произошло, возможно даже аспирация. Защита кожи и слизистых от лазерного излучения. Необходимо накрывать пациента влажными салфетками для того, чтобы исключить это повреждение. Использование лазерных интубационных трубок, специализированных, которые устойчивы к длительному воздействию лазерного излучения. Защита медицинского персонала от лазерного излучения. Но обязательно используем чек-листов. На самом деле со стороны все выглядит просто. И сидит хирург, облокотился на удобное кресло, смотрит в микроскоп и тонкими движениями что-то выполняет. При этом остальные члены бригады могут смотреть на экран микроскопа. Иногда даже восхищаться работой хирурга. Но эта простота, она такая достаточно ложная, потому что многие факторы нужно учесть. И что должен учитывать хирург, что знать и уметь? Ну, во-первых, должен доверять анестезиологу. Будь уверенным, что пациент заинтубирован, что манжета находится за голосовыми складками. Сам хирург, на мой взгляд, должен иметь интубировать и не бояться манипулировать интубационной трубкой. Потому что иногда, выполняя резекции в задней комиссуре, мы должны отодвигать интубационную трубку в бок. Либо поднимать ее вверх, давить на нее клинком. И анестезиолог не должен переживать эти манипуляции. Он должен быть уверен, что трубка находится в трахее. Что наркоз идет так, как должен идти. Также хирург должен информировать анестезиолог о локальном статусе пациента. Насколько сложна интубация, насколько широкая голосовая щель. Если есть порезы, параличи гортани. Это очень важно для обеспечения безопасности. Обеспечить проходимость дыхательных путей после операции. Убирать оттуда инородные тела. Зачастую используются шарики или другой материал для гемостаза, либо для защиты манжеты. Нужно обязательно убедиться, что мы его убрали после манипуляции в гортани. Также предотвращать аспирацию верхних дыхательных путей, подтекание крови или жидкостей мимо манжет лазерной трубки. Своевременно санировать дыхательные пути. Убедиться, что они санированы после того, как мы убираем опорный ларингоскоп. Знать основные этапы и особенности анестезиологического пособия при андолоригиальных лазерных резекциях. Что он, на наш взгляд, должен уметь и знать анестезиолог? Во-первых, он должен доверять хирургу, который выполняет манипуляции в гортани. Также, если есть желание, на мой взгляд, это обязательное условие, совместно с хирургом посмотреть протокол ларингоскопии или видео ларингоскопии, или выполнить непрямую ларингоскопию совместно с хирургом. Знать основные этапы операции для отращения осложнений. До начала операции знать локальный статус. Это важно для того, чтобы не травмировать опухоль и понимать, насколько сложная интубация предстоит для анестезиолога. Ну и быть готовым к сложной повторной интубации, если после манипуляции случаются какие-то осложнения уже в отделении, необходимо корректы этих осложнений. Я разделил несколько этапов. Интубация, наркоз. Какие важные моменты здесь стоит отметить? Во время интубации не травмировать опухоль, потому что опухоль может начать кровить. И хирургу достаточно тяжело. Надо будет вначале выполнить гемостаз, а потом приступить к выполнению лазерных резекций. Это удлиняет операцию, и это не очень комфортно делать на фоне кровотечения. Обязательно использовать лазерные трубки, защищенные лазерные трубки с двумя мжетами. Не нужно фиксировать трубку, потому что иногда нам необходимо ей манипулировать. Это приводит к лишним действиям, которые удлиняют время операции. Контроль положения и целостности манжета. Он очень важен. Мы должны убрать манжеты, насколько это возможно, далеко. Из зоны операции обязательно прикрыть манжету либо шариком, либо другим материалом, который пропитан заранее физиологическим раствором для предотвращения повреждения манжет. И обязательно заполнение манжет физиологическим раствором обоих этих манжет. Во время наркоза какие главные моменты? Это соблюдение нормотонии. Гипертония усложняет операцию, активно кровит. И мы зачастую, когда развивается кровотечение, вынуждены использовать коагулятор, а это создает дополнительную физическую травму в области хирургического вмешательства. Обязательно снижение концентрации кислорода до 30%. Некоторые авторы рекомендуют менее 40%, но мы договорились о том, что мы снижаем до 30%. Это позволяет избежать взрыва газовой смеси. Контроль гиперкопнии. Зачастую тут не пациенты, снижен кислород, она может возникать. Следить за переразгибанием шеи, потому что пациента мы подвешиваем на опорном ларингоскопе во избежание травм. При использовании обычных трубок, хотя этого категорически делать не нужно, но все-таки такое бывает, во нужное издавление это тоже нужно учитывать. Этап экстубации. Во-первых, это контроль гемостаза еще во время хирургического вмешательства. Проверка целостности манжета интубационной трубки. Убедиться в отсутствии инородных тел. Обязательно контроль нормотонии в послеоперационном периоде для предотвращения такого грозного осложнения после манипуляции, это кровотечение. Если выполнялись маленькие резекции гортани, профилактика отека гортани, назначение кортикстероидов, и быть готовым вернуться в операционную, наложить трахеостому, либо выполнить повторную интубацию. Очень важно для таких операций, это отбор пациентов. Отбирает и хирург, и анестезиолог вот такого пациента с неподвижным абсолютно шейным отделом позвоночника. Естественно, энтероларингеальная лазерная резекция неприменима, и не стоит даже пытаться, потому что мы не достигнем успеха. Очень важно учитывать наличие атеизма, микрогнотии, макроглассии. Все это усложняет интубацию, установку клинка для манипуляций. Обязательная оценка подвижности шеи по Вилсону. Шея должна нормально сгибаться, разгибаться. Очень важна длина шеи. И сложности могут возникнуть, если длина шеи, расстояние между подъязычной костью и подбородком менее 6 сантиметров. Такая шея считается короткой, соответственно, мы будем испытывать сложности и в интубации, и в манипуляциях в гортане. Отсутствие зубов на верхней челюсти облегчает работу хирурга и установку клинка. Обязательно учитывать открывание полости рта более или менее 4 сантиметров. Естественно, тучные пациенты, с ними больше проблем при интубации, установке клинка. Ну и оценка структур полости рта. Уже говорили сегодня по шкале полампати. Все эти шкалы и отбор анестезиологи знают прекрасно. Это не касательно не только операций эндолориальных, но и других манипуляций. Обязательно знание осложнений, которые могут возникать после хирургического вмешательства. На видео продемонстрируем пациенту, который развелся гематома в связи с давлением языка оба зуба нижней челюсти. Сложнения, которые могут возникать, это эмфизема, кровотечение, стеноз, взрыв газовой смеси, повреждение зубов, ну и гематома языка. Естественно, по-разному встречается в процентном отношении возможное осложнение. Чаще всего, естественно, повреждается манжета вследствие именно воздействия лазера на стенку манжеты. Собственно, для этого и сделана трубка с двумя манжетами, чтобы у нас был запас прочности определенный, и поэтому они наполняются водой, потому что вода поглощает лазерное излучение. Кроме этого, возникает отек языка, очень редко возникает дыхательная недостаточность, еще реже подхожная эмфизема, и крайне редко это возгорание является трагедией в операционной. Возгорание может происходить в мутубационной трубке, несколько факторов, это и повреждение трубки, повреждение манжет, высокая концентрация, особенно опасно возгорание материалов и других частей тела вследствие лазерного излучения. Говоря о послеоперационных осложнениях, самое грозное кровотечение, которое может возникнуть в раннем послеоперационном периоде, это кровотечение. И при этом кровотечение очень высокий риск летального исхода, так как происходит аспирация кровью. Видите на слайде, это повреждение манжета, это наш такой негативный опыт, оно было распознано достаточно вовремя, мы закрыли манжету дополнительно и продолжили хирургическое вмешательство. Часто возникают пневмонии, наиболее часто это не возникает при антологиальных резекциях вестибулярного отдела гортани, реже одышка, эмфизема и трахеостомия. Наличие фибрина в области хирургического вмешательства после операции, когда мы выполняем непрямую ларингоскопию, не является инфицированием раны, это нормальное течение раневого процесса. И в конце я бы хотел отметить, что залог успеха успешных хирургических вмешательств в такой сложной зоне, зоне интереса обоих специалистов, находящихся в операционной, это командная работа. Если есть общение, если есть понимание той работы, которая выполняется, она приводит только к успеху. Спасибо большое за внимание.